В Твери возле обелиска Победы прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Калинина от немецких захватчиков. Почетными гостями стали фронтовики Иван Петрович Афанасьев, Евгений Александрович Ботиков, Иван Евгеньевич Кладкевич, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Аганесов, Спартак Андреевич Сычев. Вместе с ветеранами память освободителей города почтил губернатор Игорь Руденя. Утро 16 декабря. На Добелийском Победы шумит яркий факел. На площади выстраиваются четырехугольники в военной форме. Рядом рассаживаются ветераны, постепенно подходят все больше зрителей. Тверь готовится к одному из своих главных торжественных мероприятий по случаю дня освобождения города от немецких захватчиков. Традиционно для таких мероприятий организуется еще небольшая выставка экспозиции техники вооружения тех лет. Вот за моей спиной грузовик ЗИС-5. Второй популярностью грузовик Красной Армии после легендарной полуторки. Рабочая лошадка Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны. Пока не стали поступать знаменитые грузовики по Ленд-Лизу и прочая техника. Кстати, вот за моей спиной как раз еще один представитель той самой Ленд-Лизской техники, не менее легендарный Уиллис. Поздравить ветеранов и всех земляков с круглой датой пришли руководители Верхневолжи и областного центра, представители территориальных подразделений федеральных ведомств, депутаты духовенства, представители общественных организаций. Выступая перед собравшимися, губернатор отметил, что в хронологию боев за Калинин вписано немало героических страниц. Как, например, самоотверженная оборона затверечья нашмер телеристами. Имея всего четыре противотанковых орудия, на протяжении трех суток сдерживало фашистскую танковую дивизию. Военные понимают, о чем сейчас я говорю, потому что действительно это подвиг сражаться в таком соотношении сил на протяжении трех суток. И в результате враг так и не смог прорваться через Кверцу. Чуть больше двух месяцев наш город был во власти врага. Уже 16 декабря столица Верхней Волжи была очищена от противника. Спартак Андреевич Сычев, как никто другой, помнит те морозные дни. Ведь он тоже был участником боев за освобождение Калинина. Это первый областной город, который был освобожден. Мы победили. И это значит, мы участник Великой Отечественной войны всем, всех тех, кто отдал свою жизнь за победу и независимость нашей Родины. Что касается боев за Калинин, то тогда свои жизни отдали более 20 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Никогда не забывать об их подвиге. В ходе торжественного митинга призвал митрополит Тверской и Кашинский Амбросий. Сегодня вновь в храме святого Михаила Тверского прозвучит заупокойная молитва о защитниках нашего города. Я призываю не забывать молитвах этих людей. Я призываю молиться и о тех ветеранах, которые живы, дабы Господь их сохранял в здравии и благополучии еще долгие-долгие годы. В митинге, а также в торжественном прохождении приняли участие не только военнослужащие Тверского гарнизона, но и юные армейцы. К ним обратился другой участник боев на Калининском фронте, Иван Евгеньевич Кладкевич. Знаете историю, свою историю, историю предков. Если вы будете все это знать и любить Родину, как любил я, как любило мое поколение, поколение победителей, наша страна будет неповедимой. В ходе торжественного мероприятия его участники почтили минуты молчания память героя Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к подножию обелиска и вечному огню. Затем в храме Михаила Тверского прошла лития. Аналогичные памятные акции прошли в этот день и на других воинских захоронениях и мемориалах во всех районах города.